Академия Барса Здравствуйте! Очень рада с вами познакомиться. Ваша Академия не впервые приезжает в наш город. Буквально пару месяцев назад вы проводили мастер-класс в 17-й школе. Почему выбран Одинцово? Почему смотрите именно наш город? Ну, наверное, я начну. В Одинцово достаточно хорошая инфраструктура спортивная. Нас пригласили первый раз в 17-ю школу. Мы увидели заинтересованность детей в футболе в целом. То есть Фран выступал, отвечал на вопросы детей. Потом родилась идея, то есть совместно с общественниками Одинцово, родилась идея о проведении какого-то большого интересного мероприятия, которое будет посвящено семье, футболу, спорту в целом. То есть и решили его провести у вас на центральном стадионе. Фран, все-таки вот как вам наши Одинцовские ребята? Насколько они болеют в хорошем смысле слова футболом? И насколько они готовы развиваться именно в этом виде спорта? Фран, как вы любите Одинцово-человек из школы? Как вы любите футболу? Как вы хотите развиваться? Какая ваша первая имя? Первый день, когда мы приехали, был очень хорошим чувством, потому что все игроки были очень рады, спросили много вещей о футболе. И все, кто любит футболе, любит этот такой оборудователь. Первый, когда мы приехали в Одинцовскую школу, он был приятно удивлен, потому что дети были очень заинтересованы, задавали много вопросов. И вообще, это осталось приятным впечатлением в его памяти. А я предлагаю посмотреть сюжет о том, как проходил мастер-класс в 17-й школе, там, где выступал Фран в том числе. Давайте посмотрим. Леонель Месси, Жерар Пике и другие имена известных футболистов звучали в актовом зале Одинцовской школы номер 17. На встречу со школьниками приехали представители Академии футбольного клуба «Барселона» в Москве. Технический директор Фран Куйюль рассказал ребятам о своем спортивном пути и раскрыл секрет успешной футбольной команды. Главный секрет, конечно, не забывать, что футбол, прежде всего, это командная игра. Уважать свою команду. И, конечно, золотое правило – это тренируйтесь так много, как вы можете. Школьники смогли задать свои вопросы гостю. В основном их интересовал сам спортсмен. Он играет в футбол с четырех лет, 12 из них профессионально. Известные футболисты и история клуба «Барселона», который существует с 1899 года. Ребята хотели узнать и то, куда в Испании лучше поехать отдыхать. Фран рекомендовал местность, где живет сам – Коста-Браво в провинции Жерона. Представители общественной палаты Одинцовского округа также смогли задать вопросы футболисту. Спрашивали, почему он выбрал Россию. В России очень любят футбол, очень много талантливых игроков. Россия участвует в мировых чемпионатах и турнирах, значимых и важных. И действительно есть большой интерес в нахождении талантливых деток и помощи им в устройстве их футбольной карьеры. В зале собрались мальчишки, в основном те, кто занимается или увлекается футболом. Среди них и 15-летний Николай. Он играет с четырех лет, сейчас центральный полузащитник в молодежной команде «Динамо Москва». В будущем хочет стать профессиональным футболистом. Встречей доволен. Почти у меня хорошие, много информации новой получили. Хороший человек, пообщались, узнали нового о футболе, как чего добиться. После ответов на вопросы Франк Уйоль подарил школе мяч футбольного клуба «Барселона» со своим автографом и вручил его директору школы Светлане Прозниковой. Подарок, конечно, подписанный, да, с автографом, конечно, он будет реликвией в нашей школе. Ну и, конечно же, мы будем ребят всегда примировать, наверное, игрой с этим мячом. А в завершении встречи автограф-сессия, селфи и профессиональное фото на память. Алиби, в воскресенье состоится большой спортивный праздник на центральном стадионе города, где будет представлена академия, где будут представлены различные спортивные направления нашего округа, в том числе пройдут ряд товарищеских матчей. Вот расскажите более подробно об этом мероприятии. Мероприятие делится на две части, то есть есть досугово-развлекательная часть и есть спортивная часть. Что касается спортивной части, это товарищеская игра воспитанников нашей академии и ребят из Одинцова, из футбольной школы. После этого будет игра администрации, команда администрации Одинцовского городского округа и тренерского штаба во главе с Франом против футболистов Одинцова. Забежал немножко вперед, в начале будет еще турнир «Папы против детей». То есть это папы нашей академии, папы Одинцова могут принять в этом турнире участие, соответственно, и поиграть со своими детьми в футбол. Ну, по сути, это получается целый день футбола. Да, это праздник футбола семьи, то есть можно прийти всей семьей, будет достаточно много различных развлечений, начиная от сумо, футбольного дартса, Angry Birds у нас будет на площадке, различный аквагрим и другие интересные развлечения для детей. Фран, возможно ли посетить ваше мероприятие, возможно, поучиться у тренерского состава, у игроков, тем ребятам, которые сегодня занимаются в спортивных школах, в футбольных школах нашего округа? Фран, возможно ли это для команды, которые уже имеют футболу, чтобы приехать в Барса, чтобы приехать в футболу, чтобы приехать в Барса, чтобы было в коммуникации с командой, чтобы присоединяться с командой и парсером, чтобы было ваше мероприятие? Я думаю, что это хорошо, чтобы, конечно, они могли приехать в футболу. Мы делаем такие условия, чтобы подходить Барса Академию вокруг Москвы, И это место, который был предыдущим опытом с футболом, и был близким к реализации Барса здесь, в Москве. Я думаю, что они могли бы любить оборудование и опыт, и, конечно же, они могут попросить нас. Конечно, именно для этого мы делаем это мероприятие, чтобы дети, которые болеют и любят футбол, могли прийти, поучаствовать, попробовать свои силы и окунуться в атмосферу Барселоны. Ну и, наверное, поболеть за команды, поболеть и за одинцовские команды, команду общественников, команду администрации. Ну и, конечно же, наверное, насладиться игрой ваших спортсменов, потому что, я так понимаю, в Академии все-таки придерживаются определенного стиля. Да, Фран? The question is, do we have a specific methodology or style of play? Yeah, our methodology is based in the structured microcycle that our director Paco Seirullo is applying in Barcelona. We are considering that each player is unique, it's very different, and we need to establish a good communication, a good relationship between all the players to, at the end of the day, build a very good team. Да, действительно, методология Барселоны является уникальной методологией, и не будем без лишней скромности самой лучшей в мире. И придумала ее Paco Seirullo, строится она у нас из структурированных микроциклов, это значит определенная идея на каждую неделю, которая прорабатывается вместе с командой. Мы считаем, что каждый ребенок уникален, и стараемся из каждого уникального ребенка собрать их всех в одну команду. Но именно в этом сила Академии, да, сейчас Академия активно развивается. Вы не так давно в России? Ну, я бы сказал, что уже давно, то есть мы уже 5 лет в России. Ну, еще только самое начало, первый маленький юбилей. Для Академии, да, это по сути для футбольной Академии, чтобы воспитать профессиональных футболистов, это только самое начало, безусловно. То есть, но мы уже имеем историю успеха и считаем, что для нас это достижение. От нас, у нас воспитанники переходят в профессиональные Академии, российские. То есть, у Барса Академии вообще в целом, во всем мире есть уже глобальная история успеха. Я думаю, Фран расскажет о ней более подробно. Как раз-таки она связана с Евро 2020, которая пройдет в России в том числе. Где играют ваши воспитанники? Есть ли уже результаты, которыми можно гордиться? Where our players play and do we have some results, what we are proud of? Our players, nowadays here in Moscow we are in Avia Park and in Riga Base. And it's good to be in the academy just because we really do what we are doing in Barcelona and would really believe that the players and the players need to live to become a very good player. Also, during the years we have different events. International, we have the Barça International Cup, where they can go there, travel and experience what really Barça is and show themselves to all the people that is working over there, to who knows, someday maybe play in Barcelona. На данный момент наши игроки играют на наших домашних базах. Одна находится в авиапарке, другая находится на Новой Риге. Также дети регулярно участвуют в соревнованиях, как в российских, так и в международных. Например, до карантина мы всегда выезжали на Barça World Cup. Это мировой чемпионат, где участвуют все Академии Барселоны. И также на средиземноморский футбольный турнир. Соответственно, у детей, у талантливых детей всегда есть шанс проявить себя и оказаться именно в той первоначальной Барселоне, которой мы все так болеем. То есть, в принципе, такая возможность, вероятность есть, а теперь она есть и у наших ребят. Ну, она и была у ребят и Одинцовского городского округа у нас. Ну, и в принципе, даже страны в целом, потому что я знаю, что вы не только сосредоточены в Москве и Московской области. Ну, у нас есть, да, различные форматы, в которых могут принять дети участие. То есть, это основной формат, конечно, обучение в Академии. У нас есть примеры, когда к нам приезжают из других городов. Приведу такой пример. В 2019 году мальчик 250 километров от Томска в марте месяце приехал к нам на просмотр. Например, его заметили, и в апреле месяце он уже играл в Барселоне на международном турнире. То есть... Ну, в принципе, вся эта история – это про поддержку талантливых детей. Выявление в рамках, наверное, даже всего мира, да, вот тех самых жемчужек. Безусловно. То есть, задача Академии – воспитывать талантов. Да, то есть, и не так давно я был свидетелем диалога Франа и нашего одного из русских тренеров, который сказал, ну, сказал такую фразу, то, что вот у меня в команде есть сильные ребята и есть слабые ребята. И тренеру, конечно же, более интересно заниматься сильными ребятами. То есть, это вот такой наш российский подход. Что я услышал от Франа в ответ этому тренеру, Фран сказал, что, поверь мне, то, что такие известные имена, как Пикей, Бускетс, тоже не были сразу сильными игроками. Их тоже какой-то тренер считал слабыми. Но в итоге они стали играть в самой легендарной команде в мире. То есть, это вот разница подходов, и есть наша такая философия, которой мы придерживаемся. Вот все-таки, Фран, как рассмотреть в ребенке талант? Ну, сначала мы говорим на уровне, конечно же, родителя, который должен заметить способности и отдать в правильную школу. Супран, как мы считаем, что он имеет талант для ребенка, сначала от родителей, а затем от родителей? Что ты имеешь в виду, от родителей? Как они должны заметить, что ребенка имеет талант для футбол? Смотрите, это очень хорошая вопрос, потому что для родителей, я всегда поставлю самим примером. Знаешь, когда некоторые люди становятся планы, или когда некоторые люди становятся тяжелыми, если вы с этой человеком каждый день не можете видеть, что здесь есть изменение. И с игроками иногда происходит так же. Вы всегда видите игроками, каждый день вы с твоей сын или с твоей девушкой, который играет в футболе. А может быть, вы не можете понимать, что они удастся, и удастся, и удастся, и удастся каждый день. Мы можем понимать, когда начинаем понимать, что игроки любят играть в футболе. И это первый шаг. Если они любят играть в футболе, я уверен, что они будут завершены, что играть в игре ещё и более, и чем играть, лучше они будут. Вы знаете, Франу очень понравился этот вопрос, он его ждал. И вы знаете, когда вы видите кого-то каждый день, то вам сложно заметить, толстеет, например, он или худеет И точно так же происходит с родителями и детьми Возможно, есть иллюзия, что у них нет прогресса или они стоят на месте Но на самом деле только тренер может оценить по-настоящему, что происходит в плане развития И Фран, конечно же, считает, что самое главное для детей – это наслаждаться футболом, любить то, что они делают и поддерживать их Самое главное, если ребенок получает удовольствие, значит, вы движетесь в правильном векторе Да, все верно Ну и одним из концентратов, скажем, атмосферы Барселоны, европейского футбола являются сборы нашей академии Я думаю, Фран расскажет о летних сборах более подробно Он больше погружен в тренерскую часть и поделится этим В конце лета состоятся сборы, они пройдут в августе, расскажите о них подробнее Можно, пожалуйста, поговорить о наших кемпах? Да, мы, как я сказал в последней вопросе, мы верим, что как мы играем, то лучше игроки будут, как они практикуются, лучше они будут И мы не хотим остановиться в сутболе, поэтому мы идем в Абрау-Дурсо, в Напа, близко к Блэкси, У нас есть замечательная экспедиция, делая большая кемпы в августе И у нас будет много футбола, мы делаем два тренинг сессии каждый день, плюс теорийные лекции И так, мы правда верим, что чем больше мы практикуемся, тем лучше играем, и лето не становится исключением В этом году, в июле и августе, у нас будут проходить спортивные сборы в городе Абрау-Дурсо У нас будет очень много тренировок, много футбола, и не только Спортивная программа, это две спортивных тренировки в день, и одно теоретическое занятие Кроме того, детей ждет программа активности от наших кураторов, экскурсии на военный крейсер, купание в Черном море И многое другое Скучать будет некогда Будет веселое и зажигательное лето со спортивным уклоном Да, и что самое важное, мы у детей забираем гаджеты Мы забираем гаджеты, выдаем их один раз в день на 30 минут, чтобы они могли позвонить родителям И по нашей практике, мы это проводим каждый год И по нашей практике родители звонят спустя 3-4 дня мне Говорят, наш ребенок не звонит Что случилось? Да, что случилось Без паники, все в порядке, ребенок занимается Ребенок просто забывает позвонить родителям, забывает взять свой мобильный телефон К чему мы не привыкли, наверное, уже То есть, мобильный телефон уже продолжение нашей руки А дети у нас абсолютно без гаджетов Они не 24 часа, конечно, а с утра и до вечера занимаются футболом Занимаются командообразующими играми, развивающими различными играми Ну и вообще философия Барселоны, она строится на общечеловеческих ценностях Это уважение, амбиции, да, то есть, спортивные амбиции, да, то есть, и здесь, можно сказать, в одной лодке и тренеры, и родители, да, то есть, они с обеих сторон транслируют эти ценности ребенку То есть, и прививает ему любовь к футболу Есть ли возможность надеяться нашим одинцовским ребятам, одинцовским школьникам на то, что серия мастер-классов будет продолжена в следующем учебном году Сейчас он завершен Прошел мастер-класс в 17-й школе Возможно ли, что у ваших планов снова такие встречи и с Франом, и с тренерским составом, и с вашими игроками, где ребята могут поделиться и своим уже опытом? Да, я думаю, безусловно, мы продолжим и товарищеские игры с ребятами из Одинцова, и будем проводить и мастер-классы, и встречи, и как на базе 17-й школы, возможно, других там площадок, да, то есть, мы открыты к такому диалогу И всегда заинтересованы в детях, которые любят футбол, которым интересно развиваться, да, то есть, в рамках футбола, да и не только футбола, да, то есть, вообще... Активного образа жизни Алиби, давайте еще раз напомним нашим телезрителям, во сколько мы всех ждем 30 мая на центральном стадионе города Одинцова 30 мая мы всех зрителей, да, всех зрителей, жителей Одинцовского городского округа ждем в 11 часов на центральном стадионе Будет уже сбор всех гостей, то есть, можно будет с комфортом расположиться на трибунах, мы привезем еще мягкие пуфики, которые будут лежать на беговых дорожках, на них тоже можно будет комфортно посидеть, посмотреть всю программу, турниры, игры, да, то есть, вручения То есть, у нас будут сюрпризы, то есть, о которых мы пока не расскажем, о которых вы узнаете на самом мероприятии Но самый главный сюрприз, это все-таки красивая игра Безусловно, это футбол, да, то есть, самое главное, это футбол Фран, что для вас футбол? Фран, что для вас футбол, для вас лично? Особенно я думаю, что это спорт, который имеет большие преимущества. Особенно с жизнедеятельности, которые футбол помогает, также с отношениями вы получаете на каждый путь, все друзья вы получаете, все ценности вы получаете от этого спорт, сотрудничество, взаимодействие для других, взаимодействие для победы, усилий, я уверен, что этот спорт помогает, не только для успеха, потому что это потрясающе, если не для жизни. Футбол для Франа – это комплекс полезных привычек, и, конечно же, стиль жизни – это и амбиции, и усилия, и командная работа, уважение к своим однокомандникам и товарищам. Это действительно стиль жизни. Спасибо вам, что сегодня были с нами. Спасибо за интересную беседу, интересное интервью. Спасибо вам, что пригласили. У Барселоны есть такой слоган «Mess you in club», который переводится в «Mars» больше, чем «Club». То есть мы… То есть подразумевается то, что мы семья. То есть и мы приглашаем всех на семейный праздник футбола. Я просто хочу сказать, перед тем, что спасибо Андрею Иванову, Ларису Лазутину, Татьяну Одинцову и Евгену Серегину для ваших поддержку. Для меня – это все. И надеемся, что увидим вас всех 30-го числа. А мы надеемся на отличный праздник спорта, здоровья, движения и жизни. И красивого футбола. Спасибо вам за интересное интервью. Спасибо. Вы смотрели программу «Специальное интервью», оставайтесь на нашем канале. До свидания.